Добрый день! Сегодня хочу рассказать вам как отмыть ванну от налета. Сегодня протестируем четыре средства белизна, силит, лабриверт и organic people. Самое простое средство это белизна. На фотографиях вы можете посмотреть ингредиенты и подробно прочитать. Белизна с хлоркой, дальше силит у нас щавиевая кислота. Вот это вот средство на основе мыла французское и самое сложное по составу organic people с мылом, с лимонной кислотой и другими кислотами. Давайте начнем наконец уже мыть нашу ванну. Значит я остатками вот этого французского средства побрызгал и здесь важно также использовать хорошую небольшую микрофибровую тряпочку, либо губку поролоновую обычную, чтобы не повредить поверхность ванны, иначе она будет очень шершавой и накапливать будет быстрее грязь. Какие у нас есть виды основные загрязнений? Как мы с ними будем бороться? Это известковый налет, то есть из воды жесткой. Все время он откладывается на поверхности ванны. Это жир, сальный жир, кожный жир. Вот и также частички может быть кожи, волос и прочая. Крязь, которую мы смываем с тела, она здесь оседает на поверхности ванны. Поэтому нужно как удалять как жир, так и известковый налет. Это основные типы загрязнений. Давайте начнем. На досуге рекомендую вам поисковый запрос в интернете набрать самые грязные места в квартире. И вы с удивлением обнаружите, что ванны едва ли не на самом первом месте по загрязненности. На втором месте это сливные отверстия, в том числе в рак, ванны. Есть заблуждение, что самое грязное место это какой-нибудь ободок унитаза. Вот. Вы тогда проверьте еще верх холодильника. Посмотрите, в каком состоянии находятся ваши зубные щетки. По крайней мере, обдайте их кипятком. Посмотрите на клавиатуру вашего настольного компьютера. Рекомендую тщательно тоже протереть, если буквально сегодня взял на работе, потому что постоянно 8 часов сидишь. Протер клавиатуру микрофибровой тряпочкой, взял специально на работу. А между клавиш взял линейку и сверху положил на эту линейку тряпку микрофибровую. Таким образом, между клавишами тоже протер. Рекомендуется с большинством этих средств все-таки использовать для уборки защитные перчатки. Сейчас вот я поспешил и немножко чувство уже щиплет руки. Можно будет промыть. Вот. Ну что. Вы уже видите, наверное, первые результаты. Это было первое французское средство. После него мы... Здесь, кстати, можно не спешить и по инструкции оставить на тот срок, который рекомендуется в инструкции. Дело в том, что в составе всех этих средств входят химические какие-то вещества, которые взаимодействуют с загрязнением. И поэтому рекомендуется выждать время этой химической реакции. Дальше вы, если вы изучали физическую химию, то вы знаете, что при увеличении температуры на 10 градусов скорость химической реакции вырастает в два раза. Поэтому при прочих равных, естественно, рекомендуется теплой водой. Тут предварительно все обработать. На горячую поверхность все это наносить, насколько это возможно. Итак, мы протестировали первое средство. Вот вы видите результат. Чуть чище у нас стало, но все равно осталось вот тут еще загрязнение. Если загрязнение не видно, также можете воспользоваться фонариком, например, велосипедным и в ярком свете. Обычно просто в ванной комнате не бывает солнечного цвета. Вы увидите, насколько грязная у вас поверхность ванны. Вот здесь также еще проблема, видимо, со сливом у нас. Это будет тема отдельного видео. Видите, вот как грязь сходит. Следующее средство, которое мы будем тестировать, это средство Organic People, например. В чем преимущество данного средства в том, в его форме выпуска, потому что он жидко, его можно разбрызгать. Давайте этим займемся. Просто берем его, разбрызгиваем. Ну, тут немножко неудобно, но в мужской руке сидит. Неудобно его держать, нажимать. Ну, как-нибудь приспособимся. Такой приятный лимонный запах. Но все равно еще потом мы его разотрем. Вот. Очень много в интернете всяких видео, где вам с помощью фотошопа показывают ванну до, ванну после. Вот. Причем они даже почему-то с разными кафельными плитками, да, до и после. Здесь все по-честному, все без обмана. Вот. То есть, помимо химической реакции, никто не запрещает физического воздействия. Вот. Все-таки можно воспринимать это и как физкультуру. Ну, от лимонной кислоты, я думаю, у меня руки сильно мужские не грубеют. Вот. Вот. Вот здесь тоже грязь скапливается. Опять же, отдельная тема, что нужно регулярно менять вот этот герметик в этих местах. Вот. У нас ванна, кстати, еще такая в расширенной варианте с гидромассажем. Поэтому здесь много таких поверхностей, на которых скапливается загрязнение. Вот. Тоже давайте на них нанесем это средство. Вот. Вот здесь всю эту грязь тщательно промассируем. И посмотрим еще раз, сколько же минут по инструкции нужно, на сколько минут нужно наносить это средство. Вот. Так. Не забываем сколадку и трухи. Тоже. Что же у нас написано? Вот даже видно такие черные разводы, потеки. Это работает препарат. Так. Здесь написано, что нужно его наносить на несколько минут. Вот. 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 Ну. Я думаю, мы не будем на вас задерживать и будем смывать его теплой водой. тщательно, потому что, чтобы потом это никуда не попало. Вот. И сейчас будем использовать третье средство. Самое простое, недорогое, буквально 15 рублей стоит в Ашане, например. Так. Подождем, пока у нас сольется вода. Пока сливается вода, расскажу, что не рекомендую использовать какие-нибудь щетки вот такого типа для мытья, которые царапают. Да? Никакие абразивные вещества не рекомендуется. Никакие порошки типа комета. Вот. Не рекомендуется использовать. Вот. Такие жесткие вещи. Вообще-то, конечно, белизна не предназначена для мытья ванны. Она предназначена в основном для отбеливания. Белья, но мы немножечко забрызгаем. Это самое ядреное средство с ходкой. Так. Пока оно там бьется, мы старательно, недорогое средство, старательно его так размажем. То есть, по крайней мере, оно отбилит нам поверхность. Какие-то загрязнения и продезинфицирует. Вот. И вот здесь тоже еще раз все промоем. Такс. Пока нанесем все это и будем ждать, пока эта хлорочка подействует. Вот, кстати, нашел еще в туалете такой кислородный гель Sun Elite. Чистит и защищает. Он чем хорош? Он такой вот относительно густой. Что же он содержит в себе? Анионный ПАВ и, главное, кислорода, содержащий компоненты и лимонную кислоту. Давайте ее нанесем на самые вот эти вот проблемные участки. Вот эти вот. Там, где скапливается вот этот вот из дисковой налет и посмотрим, как он работает. еще можно использовать вот такие вот тряпочки. Продолжаем отмывать нашу ванную. чтобы она была белоснежной просто, чтобы все детишки могли в ней спокойно купаться. чтобы она очень красиво выглядела. Чтобы у этого видео было много просмотров. В общем, все нужно делать с любовью. А то все пишут видео, как быстро отмыть ванну. Можно отмывать так, чтобы сам процесс доставлял удовольствие. Такая вот пеночка образуется. То есть во всех этих средствах содержатся поверхностно-активные вещества, которые растворяют, образуют пену и грязь эмульгируется, растворяется и удаляется с поверхности. Но, конечно же, механические способы никто не отменял. Чувствую, у меня рука будет все не чистая-чистая. Также не забывайте стирать в стиральной машине шторку для ванной. Ну что, наше видео уже подходит к концу. Сейчас мы смоем последний раз все. И оценим результат. Также можно мыть не только ванную, но и кафель ванной. Предварительное средство можно испробовать на небольшом участке. В следующих видео я расскажу вам, как прочистить ванную. Точнее, слив ванной. Ну что, спасибо большое за внимание. Если у вас остались вопросы о том, как отмыть ванну тщательно, безопасно, от всех загрязнений, пишите вопросы, отзывы, комментарии к этому видео. Буду рад вам помочь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok